МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На Первом Приднестровском программа в студии Татьяна Коркина и коротко о том, чем запомнился понедельник. Сделать быстро и качественно на контроле у председателя правительства строительство дома для детей-сирот. Еще один социальный объект в столице в день города открыли новый детский сад. Впервые за 10 лет в Чобручах отремонтировали дорогу. И необычная выставка в Рыбнице. 35 пород голубей представили на живой экспозиции. На контроле у правительства строительство социальных объектов должно идти в установленные сроки и отвечать всем нормативам. Татьяна Туранская сегодня провела совещание по итогам сдачи в Террасполе 70-квартирного дома для детей-сирот. Как мы уже сообщали, на днях премьер лично осматривала объект и выяснила, что строители не успевают по срокам. Глава правительства взяла ход работ под свой личный контроль. и потребовала от подрядчиков четкого исполнения взятых обязательств. На будущее также мы ждем поставку материалов, которые позволят завершить строительство кровли, завершить остекление объекта и установить двери. Эти работы нам позволят обеспечить объект теплом на холодные месяцы, это середина ноября-декабрь, и осуществить работы внутри помещения без задержки срока. Достроить в кратчайшие сроки, но без потери качества. Татьяна Туранская дала поручение ответственным лицам жестко контролировать процесс строительства, чтобы дети-сироты как можно быстрее въехали в новое жилье. Было принято решение, что строительство будет продолжаться. В рамках проведения работы комиссии по распределению данных квартир будут подведены итоги, и на следующей неделе у нас проведется еще одна рабочая встреча, на которой будут уже более предметные обозначены графики выполнения работ поэтапно. Объект планируют сдать к началу лета. Квартиры в нем будут в так называемом «белом варианте», то есть полностью пригодными для жилья. Праздник религиозный и светский. Сегодня мы отмечаем покрова Пресвятой Богородицы и день рождения Тирасполя, рассказывает Ирина Полесика. День покрова Пресвятой Богородицы во всех храмах города начался сегодня с божественной литургии. Под тихий треск свечей прихожане молились о здравии и просили Богородицу о спасении. Матерь Божья – она наша защитница. Мы ей молимся в отчаянии, в скорби. Когда совсем плохо становится, все равно каждый человек вспоминает Матерь Божью. После торжественной литургии прихожане и священнослужители пришли в сквер городского дворца культуры к памятному камню. В 17 веке здесь был храм в честь покрова Божьей Матери. Сегодня, обращаясь к народу, владыка Сава сказал, что скоро на этом месте вновь появится святыня. Я думаю, что, может быть, как никогда сегодня уместно было бы сказать, что, может быть, со следующего года здесь все-таки водрузить или создать часовню, красивую часовню в хорошем стиле, потому что неоднократно говорилось о неком памятнике. Но памятник, может быть, не столько будет уместен здесь, сколько все-таки вот часовней, местом особой благодатным, которым была бы помещена икона, и чтобы всякий мог бы зайти поклониться образу Пречистой Девы Марии. В память об истории города и его основателях молитвы и живые цветы. После освящения камня горожане направились к памятникам Екатерины II, Александра Суворова и на мемориал славы. На протяжении почти двух веков не менял и не изменял ни разу своему названию. И мы можем сказать, что крепость сделала свое дело. Она дала начало и дала старт будущему городу. А вот сейчас наступило время, когда город должен помочь крепости. И первый шаг сделан. Речь идет о памятной плите. Ее накануне установили на Суворовской крепости, как знак того, что в скором времени этот памятник будет восстановлен. Ирина Полесик, Дмитрий Дьяков, Первый Пренестровский. Основные праздничные мероприятия прошли в столице накануне. Горожан и гостей города ждали экскурсии по пороховому погребу Тираспольской крепости, фестиваль вина, выставки и масса всего интересного. По поручению президента городу подарили новый автомобиль скорой помощи. Он прибудет в Тирасполь в ноябре. Лучших горожан отметили заслуженными наградами. А некоторые счастливчики получили долгожданное жилье. Я ждала 36 лет квартиру. Спасибо большое руководству. Все, спасибо. Не думала. И, говорится, негода вам. Спасибо большое. Я всем очень довольна. На улицах города развернулись гуляния. Артисты и народные умельцы удивляли публику своим мастерством. А ярмарки удивляли разнообразие. А для самых креативных молодых семей парад колясок. Арбуз, цветок, русская печь и даже танк. Фантазии родителей не было предела. Всего 27 необычных детских колясок. Пока мы ехали от дома, пока мы шли сюда до площади, мы видели, как люди смотрят, как они улыбаются. Мы вызвали как минимум улыбок 200. А можно даже сказать 221 улыбку. И мы этому безумно рады. С прошлогоднего дня города на сегодняшний день родилось 1436 молодых, младенцев или детей. Наверное, самое главное – это этот показатель. Он говорит о том, что город будет жить. А если люди создают семьи, рожают, это значит, есть завтрашний день. Подарок ко дню города получили жители столичного микрорайона Кировский. Здесь появился обновленный детский сад. На его открытии побывала и наша съемочная группа. Так здание 32-го садика выглядело еще в начале года. А вот так оно выглядит сейчас. В густонаселенном микрорайоне Кировский открытие нового детского сада с нетерпением ждали как дети, так и взрослые. Это для нас очень значимое событие. Мы пойдем с 1 ноября в садик. Дети будут расти тут здоровыми и счастливыми. Это бесспорно, потому что садик очень красивый. Очень много всего тут нового. Садик понравился? Как садик твой называется? Ощелок. Здание было реконструировано за счет средств российской гуманитарной помощи и городского бюджета. От игрушек до техники и коммуникации все здесь новое. Вот так выглядит пищеблок. Работники признаются, что готовить на таком оборудовании куда удобнее. Вот нам поставили духовые шкафы. Очень современные, очень компактные. Они занимают мало места, но очень хорошо выпекают. А здесь будут спать детки до трех лет. Всего садик рассчитан на 105 малышей от полутора до семи лет. Помимо обычного графика, будет работать и круглосуточная возрастная группа. Вот кроватки у нас такие маленькие. Белье новое, все красивое. Мягкие подушки очень. Во многом, благодаря открытию таких объектов, столице уже практически решена проблема очередности в детские сады. Но только на этом останавливаться не собираются. Направление образования и воспитания для государства – одни из приоритетных, отметила председатель правительства. В рамках первой гуманитарной помощи у нас заложено порядка 24 объектов детских садов. Ряд объектов уже открыты у нас в городе. Рыбница, Каменка, Слободея, Тирасполь. Дальше мы продолжаем открывать такие объекты. А детского смеха стенам этого нового детсада осталось ждать недолго. Полноценную работу истенок начнет уже с завтрашнего дня. Ярослав Богат, Игорь Харламов, Первый Приднестровский телеканал. Продолжаем выпуск. Впервые за 10 лет в Чебручах провели масштабный ремонт дороги. Автолюбители уже опробовали новое покрытие. Наш корреспондент Татьяна Лилица видела, как деревенская дорога превратилась в настоящий автобан. Александр всю свою жизнь прожил в Чебручах. Машину водит уже несколько лет. Говорит, не помнит, чтобы дорогой, проходящей через все село, когда-нибудь занимались вплотную. Во-первых, транспорт, калечим. Это первое. И во-вторых, что-нибудь, какие-то справки, платим за налоги. А толку никакого. И, наконец-то, вот удача улыбнулась и нам. С настоящим европейским автобаном новое покрытие сравнивает Анатолий. Водитель с более чем 30-летним стажем местную дорогу называет уменьшительно-ласкательно. Автобанчик. До идеала еще далеко, но гораздо лучше, чем было раньше. До этого тут был настоящий автодром, который никакая подвеска, никакая машина не выдерживала. Специалисты из управления дорожного хозяйства говорят, средний ремонт дороги в селе не выполняли уже более 10 лет. Все эти годы залатать дыры пытались ямочным уходом. Покрытие здесь у нас не асфальтобетонное, а черно-гравийное, поэтому его срок службы порядка 5-7 лет, не больше. И, естественно, за эти годы покрытие устарело. И на этой дороге была очень большая ямочность, которую ямочным ремонтом уже закрыть было невозможно. В полторы недели и 1 миллион 600 тысяч рублей понадобилось для выполнения работ на участке в 2,5 километра. То есть в каждый метр новой дороги вложили около 640 рублей. Это все, что удалось выделить из Дорожного фонда республики. В этом году дорогу сделали не полностью, уложили только выравнивающий слой. В следующем предстоит еще поверхностная обработка. Новый слой защитит покрытие от разрушений. Специалисты говорят, эта дорога прослужит еще как минимум 5 лет. Татьяна Лилица, Егор Бекерский, Первый Приднестровский. Как отразится на Приднестровье подписание Молдовы договора об углубленной зоне свободной торговли с Европейским Союзом, состояние переговорного процесса в формате 5 плюс 2 и острые углы текущей внутриполитической ситуации в республике. Об этом говорил на встрече с Евгением Шевчуком, председатель политической партии Российский Общенародный Союз Сергей Бабурин. Сергей Бабурин в Приднестровье не впервые. Говорит, что не просто наблюдает за тем, как живет республика, а сам живет вместе с Приднестровьем уже более двух десятилетий. Пусть кто-то там не признает, а республика живет. Республика живет уже больше двух десятилетий. За эти годы, как бы ни было тяжело, видно, что республика развивалась и развивается. И вот даже то, что сделано за минувший год-полтора, я вижу, что жизнь не стоит на месте. И это важнее, чем различные политические димаши, что Евросоюза, что кого бы там ни было. А потому что факт признания не создает государство и не отменяет его. Евгений Шевчук высоко оценивает четкую и ясную позицию по поддержке нашего государства Приднестровья. Потому что, к сожалению, мнения есть разные. Некоторые меняют свою позицию даже по отношению к этому вопросу, исходя из своих там каких-то заключений. Но мы приветствуем наших друзей, друзей республики, несмотря на то, что есть разные политические взгляды, мнения, различные процессы. В основном и в главном в том, что все же необходимо реализовывать основной принцип демократии. Это все же принятие решений с учетом воли людей. Он вами поддерживается. Экономика, политика, общественная деятельность. На встрече говорили обо всем, что связывает Приднестровье и Россию, от чего зависят будущее республики. И то, каким оно будет, чего ждать в обозримом будущем. Внешний фактор будет толкать республику на очень серьезный экзамен. Внешний фактор, вызванный прежде всего развитием ситуации в республике Молдове, в развитии ситуации вокруг вступления ряда государств в Евросоюз. Я убежден, что приднестровцы имеют тот внутренний потенциал, который позволял им сдавать серьезные экзамены в прошлом. И даже если предстоящий экзамен будет самым сложным, самым тяжелым за весь период существования республики, единство приднестровцев, их характер позволит сдать этот экзамен успешно. Очень ценная возможность, когда к нам приезжают старые друзья Приднестровья, старые в самом хорошем смысле этого слова. И когда у нас есть возможность получить авторитетнейшую экспертную оценку тем усилиям, которые предпринимаются в республике для ее развития. И когда мы можем слышать мнение о тех угрозах, которые, к сожалению, имеют место быть в отношении Приднестровья, взгляд со стороны. Недавно назначен новый официальный представитель Приднестровья в Южной Осетии. Егора Кочиева сегодня представили президенту Евгению Шевчуку. Политики обозначили основные моменты сотрудничества двух братских республик. Напомним, во время недавнего официального визита Приднестровской делегации в Южную Осетию удалось достичь ряда договоренностей о переформатировании отношений, необходимости выхода на новый уровень сотрудничества двух государств. Обновленная повестка будет ставить во главу угла торгово-экономическое сотрудничество. Наша задача сегодня построить площадку для такого сотрудничества. Есть широкие планы взаимодействия в информационной сфере. Сегодня президент Приднестровья вновь дал нам поручение готовить новую редакцию договора о дружбе и сотрудничестве, подписание которой планируется приурочить к очередной знаменательной дате. И это будет предметом сегодняшней работы нашего нового официального представителя в Министерстве иностранных дел Приднестровья. Мне придется провести неплохую работу по тому, чтобы наши братские республики более в тесном формате взаимодействовали. Это взаимодействие и руководства республик, и на уровне народов. В детских садах города Каушаны круглый год малышей кормят лишь кашей и макаронами. Воспитатели признают, что из-за скудного питания дети очень часто болеют. Местные власти подтверждают. На питание одного ребенка сейчас расходуются от 7 до 9 леев вместо положенных 15. В меню детских садов не хватает фруктов и овощей. О мясе и рыбе там уже и не вспоминают. Родители молдавского города крайне недовольны такой ситуацией и не понимают, как в Молдове даже яблок не дают детям. С наступлением холодов к скудному меню добавилась еще одна проблема – отсутствие отопления в детских садах некоторых населенных пунктов республики, отмечают молдавские СМИ. О новостях в мире расскажет Анастасия Чернитинская. В воскресенье в московском районе Западной Бирюлево начались массовые беспорядки. Катализатором волнений стало убийство 25-летнего москвича Егора Щербакова. Протестующие граждане требовали найти, наказать убийцу, а также проверить всех мигрантов, проживающих в районе. После народного схода группа людей, выкрикивающие националистические лозунги, разгромила торговый центр и десятки машин. За противоправные действия были задержаны почти 400 человек, 70 из них предстанут перед судом за хулиганство. Между тем, полиция готовится и к новым беспорядкам. Дело в том, что уже завтра мусульмане будут отмечать Курбан-Байрам. Не исключено, что националисты постараются испортить праздник. Премьер Украины Николай Азаров с двухдневным визитом находится в России. Ожидается, что он встретится со своим коллегой Дмитрием Медведевым. По результатам этой встречи должны быть подписаны протоколы и дорожная карта, что позволит начать реализацию четырехлетней программы сотрудничества Украины и России в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях. Федеральная миграционная служба запретила въезд на территорию России 7 тысячам граждан Молдовы, нарушившим миграционный режим. Пока речь идет только о тех гражданах, которые нарушили правила пересечения границы, правила пребывания на территорию Российской Федерации и тех, кто работал нелегально. Всего же, по словам председателя Конгресса молдавских диаспор Александра Калинина, нарушение режима пребывания в России на сегодняшний день выявлено у 197 тысяч молдавских граждан. Однако об их депортации речь пока не идет. Девушки отдыхают К новостям в Приднестровье. Пожилой мужчина из села Колбасно убил свою бывшую супругу. Обстоятельства преступления сейчас выясняют оперативники. Труп 74-летней жительницы Рыбницы нашла ее дочь. Бывший супруг погибшей, подозреваемый в убийстве, также находился на месте преступления. Как он был в состоянии? Трезвый, пьяный? Я не могу сказать вам. Визуально, как вам показалось на первый взгляд? Выбивший. Он злоупотреблял спиртомепик? Да. Женщина позвонила в милицию. Эксперты обнаружили на теле погибшей переломы, ушибы, ссадины и колото-резаные раны. Смерть наступила непосредственно от удушки, то есть удара в области шеи. Перелом подозречных речей. Как пояснил задержанный, в этот день он приехал проведать детей. Между хозяйкой дома и находившимся в состоянии алкогольного опьянения гостем возникла ссора. Подозреваемый избил бывшую супругу и нанес ей несколько ударов кухонным ножом. И с ним зашло, и пошла драка. Вот и все. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Денис Кириллов, Валентин Васильев, Руслан Киямов, Первый Приднестровский телеканал. Еще одно происшествие в Рыбнице. Авария со смертельным исходом. В субботу ночью автомобиль Мазда врезался в металлическое ограждение на перекрестке улиц Сергея Лозо и Севастопольской. 36-летний водитель автомобиля скончался от полученных травм еще до прибытия медиков. В момент аварии в машине находился пассажир. Он получил ушибы и ссадины. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. Как считают госавтоинспекторы, водитель не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Пора сеять. В Каменском районе планируют занять 7,5 тысяч гектаров озимыми культурами. Сентябрьские дожди внесли коррективы в планы аграриев. Поэтому сейчас они используют каждый день, чтобы завершить работы в срок. В районе засеяна почти половина площадей, отведенных под озимую пшеницу. Большинство аграриев сначала обрабатывают почву и только потом сеют. В колхозе Пульт Ленина работа тоже кипит. Учитывая, что в хозяйстве необходимо засеять около двух тысяч гектаров озимой пшеницы, мы работаем с утра до ночи. Работает шесть сейл. Ежедневно планируем посеять в пределах до ста гектаров. Рассчитываем, что где-то в течение недели мы должны завершить все озимые пшеницы. В сельхозпредприятии Каменский Колос посевные агрегаты работают круглые сутки. В хозяйстве смело внедряют новые технологии. Специалисты говорят, что прямой посев без предварительной обработки почвы позволяет значительно сократить сроки сева. Особенно это важно нынешней осенью, когда почва переувлажнена. Да и топливо существенно экономится. В прошлом году по прямому посеву мы засеяли порядка двухсот гектар. Посевы оказались пшеницей в лучшем состоянии, чем с предварительной обработкой почвы. И выше по урожайности. Поэтому данную технологию мы будем все шире и шире применять в нашем хозяйстве. Данные участки будут составлять порядка половины площадей из трех тысяч гектаров. И еще одно преимущество прямого посева. Остатки подсолнечника, то есть стебли, листья, надежно защитят всходы весной и летом от обильного испарения влаги. Оптимальные сроки для посева озимой пшеницы уже прошли. Однако аграрии надежды не теряют. Учитывая, что есть влага, есть хорошая температура сейчас, мы надеемся, что успеет пшеница прорастать, успеет создать себе хороший корень, корневую систему, и даже успеет раскуститься там, я знаю, может быть, 3-4 стебля. Каменский колос и путь Ленина – самые крупные сельхозпроизводители района. А мелкие фермерские хозяйства, сев озимых, уже завершили. Степан Бугаев, Виорик Ашпак, Юрий Занчаковский. Первый Приднестровский телеканал. Живая экспозиция. 35 пород голубей, фазаны, куропатки, канарейки, куры и даже кролики из разных городов Приднестровья и Молдовы. Такое разнообразие можно было увидеть в Рыбнице. На необычной выставке побывала и наша съемочная группа. Таких голубей на улице не встретишь. Великолепные белоснежные, с распущенными, как у павлина хвостами, грациозные летные голуби, статные якобины, забавные короткоклювы и турки с мохнатыми лапами. Человек приручил дикого сизого голубя более 5000 лет назад. С тех пор было выведено много пород домашних голубей, различных по цвету, форме тела и назначению. На выставке представлено более 35 пород голубей. Есть довольно редкие виды, которые завезены с Азии, завезены с Абонистана, есть с Ирана, есть с Северного Кавказа, есть породы. Любители пернатых могут часами говорить о летных качествах и особенностях породы своих голубей. Всего в выставке участвовало около 300 голубеводов, самому старшему из которых 83 года. Константин Тодоров до сих пор помнит, как 10-летним мальчиком взял в руки своего первого голубя. Дело было в 1942 году в 40 километрах от Сталинграда. После бомбежки я пошел, голубятник, бомба упала близко и разбила это весь. А один остался голубь, раненый. Я его упал, и все, и направился. С тех пор разведение голубей стало делом всей его жизни. Мужчина надеется, что подобные выставки помогут передать любовь к этим птицам и молодому поколению. Впрочем, здесь красовались не только голуби всех пород и мастей, но и фазаны, куропатки, канарейки, куры и кролики. Несмотря на призывы организаторов не трогать экспонаты руками, дети все же не могли пройти мимо пушистых зверьков. Мне очень понравилась эта выставка. Я очень много читала о птицах и пришел сюда, чтобы посмотреть на этих птиц. Мне фазаны понравились, потому что они разноцветные. Мы пришли на выставку с семьей. Нам очень все понравилось. Дети в восторге. Праздничную атмосферу на выставке и ярмарке создавал духовой оркестр. Также организаторы позаботились и о горячем питании, которое было бесплатным для всех гостей. С легкой руки Пабло Пикассо голубь стал символом мира в современном понимании. А с легкой руки Рыбницкого клуба голубеводов первая в Приднестровье выставка голубей обещает стать традиционной и популярной. Сюзанна Авакян, Татьяна Семенек, Руслан Киямов, Первый Приднестровский телеканал. Это были главные новости понедельника. С последними событиями также можно ознакомиться на сайте нашего телеканала. А теперь о погоде на завтра. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры делал DimaTorzok